Всем привет! С вами модный блогер Станислав Андреевич. Здорово вам, вашим близким. Берегите себя уже там восьмой год, по-моему, или восьмой, наверное, да, год на ютубе, а, как говорю, модный блогер все равно прибивает на смех. Это школа пикапа Станислава Андреевича, в которой я либо делюсь какими-то историями своими, с такой сферой знакомства с женщинами, как правило, курьезными, не боясь выставлять себя в каких-то не самых лучших, наверное, таких ракурсах. Вот, либо мы с вами обсуждаем, в том числе и в комментариях, такие межполовые отношения. Сейчас хочется, знаете, о чем поговорить? Спонтанно мне пришла эта тема в голову о мефедроновых телках на сайтах знакомств. Вот. Ну, кто давно меня смотрит, знает, что я давно уже не употребляю никакие виды наркотиков. Ну, вот, мефедрон, да, я, ну, как бы, я и в глаза не видел, блядь, я не застал, я прекратил употреблять в 2009 году. Последний наркотик, который я употребил, это был МАК, ну, то есть опий, блядь. И вот все вот эти новоявленные наркотики, спайсы, потом были какие-то соли, мефедроны, мяуш-мяу, я как бы, ну, как бы, я их даже не видел. Я работал в наркологии, да, я видел людей там много, блядь, лично их возил там, с ними работал, которые, блядь, на этой хуйне. Но, ну, слышал, естественно, вижу, да, молодых, которые там употребляют, да, приходят, там, остаются чистыми. Но сам, ну, я полагаю, это такой же порошок, как все остальное. Вот, ну, как бы с этим не сталкиваюсь. Такое, знаете, прелюдия, преамбула к дальнейшему повествованию. Вот, а такая тема, что когда ты долго не употребляешь, ну, да, вот у меня, ну, почти 14,5 лет чистоты, ну, от тебя это настолько далеко, ну, не в твоем окружении, блядь, ну, не в твоей жизни, никоим образом этого нет. Ну, где-то там, да, если ты работаешь, как я уже говорил, в наркологии, понятно, такой рабочий момент, но, как бы, это вот в твоей жизни, в твоем социальном существовании ничего подобного нет, и начинает казаться, что, ну, этого не существует. Знаете, как, наверное, живут люди, которые, ну, там, о каких-то вещах, там, социальных проблемах или, там, политических знают только из телевизора. Вот в том регионе или в той стране, где они живут, ничего подобного нет. А когда они сталкиваются с этим, в реале они реально охуевают. Неужели это не просто, блядь, история из телевизора, а это может быть в реале. Вот. И я вот живу, да, и понятия, ну, не имею. Ну, по пониманию, наркоман, блядь, это человек, который такой, ну, знаете, асоциальный, вот как мы там, блядь, ну, как торчали, там, пиздец, когда уже последние вот эти стадии, когда тебя воняет этим уксусом, блядь, этим растворителем, ну, по тебе видно, что ты торчок, ты хуево выглядишь. И поэтому вот такое же убеждение о том, что наркоманы выглядят так, те, кто употребляют, выглядят так, осталось. На самом деле далеко это не так. На самом деле. И периодически, да, я сталкивался вот с, ну, с какими-то, блядь, даже не историями, ну, скорее с рассказами, да, ну, либо с предложениями употребить вот в сфере знакомств, на сайтах знакомств. Меня, кстати, ну, это было не раз и не два, очень часто, меня сами тёлки спрашивали, а ты под чем? То есть я так понимаю, ну, я скажу почему чуть попозже, я делаю вывод, что очень многие, ну, ты не знаю, мужики, тёлки, блядь, ну, вот это вот, занимаются сексом, блядь, таким развязным, ну, употребляют что-то. То есть, ну, и если они видят, что человек, блядь, ну, как бы такой, знаете, не бревно, блядь, въебли, то им начинает казаться, наверное, что-то употребил. И вот, ну, мне кажется, такое ложное убеждение, я-то ничего не употребляю, ну, меня иногда спрашивают, ты что, под чем-то? Я говорю, да, ёпта, под тобой, иди сюда, бля, опачки, ну, что-нибудь такое, бля. На самом деле, меня это вымораживает как раз по той причине, что, ну, вот эта тупость и стереотипность людская, то есть люди привыкают к тому, что, ну, наверное, я так думаю, что вот можно быть там раскрепощенным только под чем-то. И раз ты, блядь, там, ну, как бы трезвый такой же, значит, ты не трезвый, ты что-то, блядь, употребляешь. Вот, и как-то я познакомился, короче, с тёлкой, ну, такая милфа, там, где-то 37-38, и мы вот здесь недалеко, короче, в кофе-хаусе сидели, ну, встретились, ну, просто первое. Мы раз вот встретились, посидели там полчасика, 40 минут, и мы поехали ко мне. Поеблись, она уехала. А пока мы сидели, я с ней, ну, разговариваю, ну, чем занимаешься, я говорю, ну, вот я там в наркологии работал, и она мне, короче, такую тему рассказывает. Я, говорит, познакомилась, ну, там, с мужиком, блядь, ну, какой-то там, полгода назад. Он взрослый, ему там 53 или 54 года, такой уже состоявшийся, состоятельный, ну, там, у него какой-то бизнес, бабки есть, ну, машина хорошая, там, какой-то Крузак или Лексус 570. Ну, короче, вот это говорит о каком-то неком статусе, о том, что бабки есть. И она такая мне говорит, блядь, ну, вот мы с ним там, ну, типа, трахались, он, ну, это, любил, когда его стропонил. Вот, я говорю, ну, как бы, блядь, каждому свое. Она такая, не, говорит, ну, там, говорит, пиздец, во-первых, размеры, говорит, пиздец, какие-то экстремальные. Там, вот, диаметры, я ебу, там, ни одному мандинге не снилось. А с другой стороны, говорит, он всегда употреблял. Вот перед тем, как, ну, вот, трахаться, он всегда употреблял. Он всегда, блядь, нюхал вот эту хуйню, дефидрон. И я, говорит, а он еще, говорит, он, 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 ну, бабки у него есть, да, он вообще, ну, не то, чтобы повернут на теме секса, но любит, да, особенно под этой хуйней. И он, говорит, организовал такие, это самое, ну, типа, сейшены, да, на сексе завязаны, называл их утренники. И, короче, там, ну, там, собирались там пары, ну, человек по восемь, по десять, он снимал там номера в отеле, и там все еблись. И все, блядь, нюхали. Ни одна такая, ну, вот, вечеринка, ни одна, говорит, ни одна ебля с ним у меня не проходила без этого. Я, говорит, пару раз попробовал, мне не понравилось. Ну, я, говорит, хуйня какая-то. А они прям все хуярят. Я такой думаю, блядь, ну, наверное, да, вот это убеждение мое, что наркоман это какой-то вот грязный, там, зачуханный чувак, блядь, метадоновый там, или, блядь, не знаю, который, уже не так. Вот сейчас вот кто угодно таким может, он может жить социальной жизнью, быть там каким-то боссом, блядь, на работе, ебта, не знаю, там, семьянином. А сам где-нибудь, блядь, ну, не обязательно, что это является наркоманом. Наркоман все-таки человек зависимый. Ну, то есть это вот именно человек зависимый от этого. Он может просто нет-нет там кайфовать. Но все равно, блядь. Я вот еще думаю, блядь, неужели вот все они, кто ебутся, блядь, они вот, ну, блядь, под этой хуйней, ебта, че, блядь, ну, уже не получается по-другому. Или типа там так закрепощенные, знаете, как вот эти вот видосы, когда там спайсовые, то голые бегают, то, блядь, там, где-то на перекрестке дорог себя в жопу ебут. Ну, может быть, ну, либидо вот это раскрывается, хуево знает. Ну, короче, это в любом случае, на мой взгляд, человека, который, блядь, употреблял, который в наркологии долго работал, это, ну, показывает такую недополноценность людей. Потому что, блядь, ну, любые удовольствия, ты, в принципе, в тебе заложено, что ты можешь получать, блядь, трезвым. Тебе не надо для этого какие-то допинги. Раз ты не можешь там, ну, там, знаете, как, я называю это, там, в какой-нибудь кувырь, в кабак какой-нибудь приходишь, ну, раньше, там, да, 20 лет назад, когда еще там бухал, торчал, и там на танцполе все танцуют, и тебе вроде хочется, и это, называю, шкура чешется, понятия не позволяет. А пару стопариков въебал в агяры, и ты уже там шизгаришь, короче. Вот что-то такое, с этим надо работать, блядь, ну, для того, чтобы эмоционально кайфовать, раскрываться, неважно, что делать, не нужны наркотики, блядь. Это вот первый момент. Ну, как бы, потом, тоже мы с одной телкой познакомились, в Очаково живет. Что-то я ехал домой, она такая, можем сейчас увидеться. Я говорю, да, я подъеду, там, кофе возьму на заправку, всем попьем, давай. Не приезжаю, она спускается, она такая, я, если честно, думал, ей под сраку ее. Ну, она хорошо выглядит, ну, такая, приятная, да, ну, мне саму 43, ну, блядь, она пекает, да, мне 32, ну, нихуя себе, блядь. Ну, знаете, вот генетика, вроде выглядит нормально, блядь, ну, симпотная, ну, как-то постарше, чем, блядь, на 32. А, знаете, в 32 выглядят прям молодыми, блядь, особенно, когда, ну, ты на 10 лет старше. Я говорю, блядь, ну, мы с ней разговариваем, она говорит, ну, вот у меня там был чувак, мы с ним постоянно там, ну, телку подтягивали, ебались там втроем. Я говорю, ну, типа, в клубах, да не, вот на сайтах, я говорю, а что, так прям легко, что, ну, найти третью телку, это все-таки такая история, блядь, мало кто соглашается. Ну, сразу, прикиньте, вот, блядь, ну, какая-то женщина там придет к какой-то паре, она такая, за кайф прям дохуя. Я говорю, в смысле, она говорит, ну, так вот прям пишешь, блядь, привет, привет, там, не хочешь там время провести, мы пара, там, кидаешь фотки симпатичные, у нас есть это самое, как его, блядь, ну, вот эта хуйня, бифидрон. Она говорит, там многие прям телки, я не знаю, блядь, я с этим как бы не сталкивался, и чуваки, они, как пишут анкеты, они какие-то, блядь, ну, типа, значки, вот эти, эмодзи, есть смайлики, какую-то кошечку, это типа мяу называется, вот эта вот хуйня, вот эта вот, ну, не знаю, что там есть. Федрон, блядь, я думаю, нихуя себе, блядь, вы там развлекаетесь, мерзавцы, блядь, пиздец, епта, вот где надо ФСКНщикам шебуршать, блядь, там, все это лохматое осиное гнездо ворошить, блядь, вот, и я такой думаю, нихуя себе, блядь, значит, там многие, вот, блядь, ну, я так понимаю, многие, сейчас я вот, следующую там историю, многие, оказывается, там, блядь, это, и поэтому у меня там иногда спрашивают, ты что, блядь, под чем-то, ну, наверное, думают, что там, это, блядь, одни в нарке тусуются, блядь, федроновые, ну, хуй его знает, и не так давно, я познакомился какое-то время назад с телкой, блядь, такая симпотная, и она меня со своей подругой онлайн знакомила, ну, та тоже, ну, такие нормальные они, заебись, такие милфы, блядь, и мы что-то с ней, там, пару, блядь, списались, что-то раз-два, раз-два, и, как бы, ну, вот, типа, ну, не то, что не идет, а особо, там, не мне, не едет, не надо, и как-то ночью, ну, я сижу после стрима, что-то играю, хуяк, там, привет, что делаешь? Я говорю, тебя жду, пишу тебе, как что делать? Тебя жду, ебка, приедешь, она такая, у тебя есть это, белое, ну, я так понимаю, вино, наверное, имел в виду, а у меня это, ну, как бы, вот, ну, это, кстати, правопотребление, вот, сколько у меня женщин было, да, сколько, вот, мы знакомимся, ну, пару раз ко мне приезжали, и, может, реально, там, 2-3 раза, ну, таки, под шофе, с каких-нибудь вечеринок, там, с корпоративов, и пару раз, прям, наверное, это можно даже вспомнить, когда приезжали, ну, для того, чтобы расслабиться, там, ну, у меня какой-то алкоголь, пили месяц алкоголь, у меня есть виски, блядь, какой-то, это самое, ну, это вот у меня оставляют, мне там, ребята, вот, ну, на том канале, вот, когда приезжают, друзья там Женя, вот они, там, виски пьют, там, оставляют, там, треть бутылки, потом, вот, у меня близкие, вот, иногда у меня на стримах, короче, мои близкие, ну, там, выпиваю там вино какое-нибудь, я оставляю себя, у меня все это стоит. Я там иногда, ну, наливал там виски, там, ну, кола у меня есть. А так, чтобы там бухие, там, вот, ну, я не видел. То есть, грубо говоря, из 100 женщин, да, там, ну, блядь, две может быть, там, ну, как бы вот так расслабиться. Все, ну, все происходит по трезвику, причем потому, что, ну, я как бы такой, ну, мне это не надо, а женщина, как правило, она, ну, такая ведомая, ну, в хорошем смысле. Если ты, блядь, такой трезвый, тебе не нужно, чтобы там шизгарить, блядь, чувствовать себя мандингой, блядь, хуярить, блядь, синкой наливаться. И она, как бы, пить не будет. Бывает, да, иногда ей там чуть-чуть там что-то надо. Вот. И она пишет, есть белое? Я говорю, нет, белого нет, говорю, ну, есть виски с колой, приезжай. И она такая, на курице есть? Я говорю, не курю, ёпта. И все, и слилась. Ну, я так понимаю, где-нибудь гужбанила там. На курице, наверное, ну, ясен хуй, не сигарет, блядь, не пачку балканской звезды хотелось, чтобы я ей дал. Это уже другая история. С тех мест. Иди сюда. Надо было ей сказать, давай, приезжай, тебе замутку чая, пачку балканки, и в очко тебя выебу, собака, ёпта. И потом на КСП войдешь копать, блядь. Ну, короче, вот. Вот такая история. Я, на самом деле, понимаю, что очень много на, ну, наркомании, ну, вот такое вот употребление, вот в сфере, блядь, болтается, ну, как бы, вот, людей, которые, ну, вообще, там, и на наркоманов не похожи. Раньше все понятно. Вот идут два чушка, блядь, от них воняет ёбаным уксусом, блядь, или растворителем, это нарки. Или, например, стоит там, в повезде, залипает в позе цапли, это нарк. Или бегает там, вот так, еблом крутит, блядь, завинчивает вина, а сейчас хуй поймешь. Он там за рулем, не въебаться бизнесмена, потом приезжает, разъюхивается, его там в жопу ебут, блядь, ёб твою мать. Ну, то есть, меняется, блядь, это самое, как его, ну, не сфера, да, наверное, этот социум такой употребляемых людей. Вот. В общем, много, на самом деле, этого. Ну, когда ты, говорю, от этого далек, ты на это внимание не обращаешь. А потом, когда, знаете, там, раз что-то произойдет, два, там, стой, поговорил, та что-то предложила, вот. И это самое. Понимаешь, что, блядь, ну, на этой хуйне там много основанной. Люди разучились ебаться, блядь, по трезвику. Ну, понятно, это я не про всех. Понятно, это тоже единицы такие. Вот. Вот такие дела. Вот такая вот хуйня есть. Вот. Так что, ребят, лишний раз напоминаю, что, блядь, живите честно, блядь, живите трезво. Нахуй вам эта хуйня? Чтобы, блядь, нормально провести время, заняться сексом, просто кайфануть, блядь. Нахуй вам эта ебалда, блядь. Потом вам будете, как, блядь, жена небезопасного товарища в жопу какой-нибудь пальца в машине ссывать, он обосрется, блядь. Надо вам это или нет, ебаный ворот? Нахуй вам это надо, ебта? Просто, блядь, чайку попили и хуерьте, ебта? Как в старой, как на мордовской крытой, блядь. Шучу, блядь. В общем, вот такие дела, ребят. Вот такие вот размышления, слэш истории. Не употребляйте наркотики, это хуета. Вот, подписывайтесь, кстати, вот на канал. Ко мне недавно Дима с канала приезжал по дороге к трезвости. Там у него со мной интервью. Вот лишний раз посмотрите и его посмотрите. Вот, алкоголь, блядь, запойный, ничем не лучше. Поэтому, как бы, ну, проще вот жить, кайфовать по трезвяку. Эндокринная система восстановится. Поверьте, удовольствие вы будете получать, блядь, без употребления разного допинга. Ну, если там чаек покушать, там допингом называть, то такой допинг нас устраивает, блядь. Вот. Спасибо огромное. Спасибо ребятам, которые поддерживают на стримах, которые донатят, которые помогают копеечке. Спасибо огромное подписчикам на Boosty. Там регулярно выходите. Сейчас мы заканчиваем. Сейчас будет последняя серия на игле. Фильма. И потом мы начнем смотреть «Беспредел». Сам жду не дождусь. Охуенный фильм. Люблю. Хороший прям фильм. Реально хороший. Я даже рекомендую его посмотреть. Люди говорят, что далеки от этой истории. Он реально, хоро, это классика. Очень такая, ну, классика, блядь. Вот. Каждому, кто смотрел этот ролик, я желаю всего самого хорошего, здоровья, счастья и лишней жизни, бабла. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok